Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей в студии Антон Хатиновский и мой коллега-сурдопереводчик Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главных темах дня. В ответе за тех, кого приняли. Работодатели должны сами выплачивать своим работникам 42 500 тенге за время простоя. Кочки, ямы, выбоины. В Тадыкургане асфальтовое покрытие разрушается раньше срока. Служба, долг, честь. Сотрудники полиции сдали кровь для жертв дорожно-транспортных происшествий. А теперь об этом и другом более подробнее. За прошлый год антикоррупционной службе Республики Казахстан проверено 10 внешних анализов коррупционных рисков на центральном уровне, 226 на региональном. По их итогам внесено свыше 2000 рекомендаций об устранении коррупционных рисков и принято более 800 организационных мер. Об этом стало известно на заседании комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, прошедшим под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кширбаева. По итогам селекторного совещания государственный секретарь дал поручение по надлежащей реализации антикоррупционной стратегии и отметил отсутствие активной работы со стороны государственных органов в данном русле. В свою очередь Акимобласть Амандык Баталов по окончанию видеоконференции поручил ответственным лицам держать на особом контроле работу мониторинговых групп, особенно по социальным вопросам и реализации дорожной карты занятости. В горах Алматинской области 217 озер. В случае обильных осадков они могут затопить близлежащие населенные пункты. Чтобы предупредить ЧС Акима Алматинской области, Амандык Баталов, а также сотрудники КАС Селезащиты и ДЧС Алматинской области совершили облет опасных участков. Как отметили в ведомстве, несмотря на благоприятно пройденную первую фазу паводков, угроза еще сохраняется. В горной и предгорной местности при интенсивных дождях возможно формирование склоновых стоков. Такой опасности подвержены практически все предгорные населенные пункты ЖТСУ. На предупреждение о ликвидации ЧС предусмотрен 1,2 млрд тенге. Кроме того, подготовлены отряды экстренного реагирования. 2514 человек личного состава. 928 единиц техники, 30 плавсредств и 62 мотопомпы. 27 мая департаментом ЧС Алматинской области совместно с Акиматом Алматинской области и ГУК Селезащиты проведено обследование моренных озер и хребта ЧСУ Алатау. На сегодняшний день было проведено обследование рек бассейнов, русел рек, таких как Лепсы, Саркан, Ахсу, Биен, Кура, Харгос. По результатам обследования моренные озера сейчас находятся в зимнем режиме. На момент обследования обстановка стабильная, угроз нет. 29 мая запланирован облет ГУК Селезащиты горного хребта Илья-Латав. Дорожная карта в действии. Члены общественной комиссии Алматинской области посетили Картальский район, где ознакомились с реконструкционными и строительными работами. Более 50 проектов реализовывается здесь за счет государственной программы. Подробнее в нашем следующем сюжете. Таких грандиозных вливаний в реализацию госпрограмм Каратальский район не видел давно. Это стало возможным благодаря дорожной карте, которой предусматривается капитальный ремонт, благоустройство, проведение питьевой воды и канализации. Исполнение всех этих программ находится под контролем главы края ЖТСУ и специально созданной общественной комиссией. Особое место уделено объектам образования, в которых наравне с текущими работами ведется улучшение санитарных норм для школьников. Одно из значимых событий для города Уштоби – капитальный ремонт средней школы имени Пушкина. Это учебное заведение одной из старейших. Здесь учатся более тысячи детей. Сейчас подрядчики уже приступили к работам, которые ведут с опережением графика. По дорожной карте занятости в отделе образования 28 проектов у нас. Из них один – капитальный ремонт школы, дети – текущий ремонт школ, и 25 – это санусольство санузлов в школах. Важность она в том, что вот эта школа Пушкина, общая сумма у нас выделенная – это 1 миллиард 11 миллионов 943 тысячи, из них 783 миллиона, выделена капитальный ремонт средней школы Пушкина. Школа построена в 1983 году, проектная мощность школы – 1119 учащихся. До сегодняшнего не было капитального ремонта, первый раз. Качественно и оперативно стараются выполнять работы по развитию системы водоснабжения города Уштоби. Здесь предстоит заменить более 30 километров водопровода. Чтобы не причинять неудобства жителям, замену производят поэтапно, разбив работу по участкам. Обо всем этом рассказали представители районного Акимата и подрядчики первым заместителю областного филиала партии «Нуратан» Жанбулату Жоргенбаеву, входящему в состав комиссии общественного контроля. Ведутся работы по 52 объектам. На данный момент мы стоим на площадке реконструкции водоснабжения. Общая сумма, выделенная из республиканского бюджета по дорожной карте занятости населения – это 3,5 миллиарда тенге, в которые будут охвачены около 400 человек. Более 6000 квадратных метров площадь облагораживаемой внутридомовой территории по проспекту Кунаева в микрорайоне Шанырак. В скором времени здесь появятся детская и спортивные площадки. А по осени, с учетом местного климата, будет проведено озеленение. В целом, как заверили подрядчики, все работы пока идут по графику. В свою очередь, члены комиссии сообщили, что контроль за ходом реализации проектов дорожной карты ими будет вестись еженедельно. Антон Хатиновский, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. В настоящую полосу препятствий превратились некоторые дороги Талдыкургана. Специальная мониторинговая группа проверила качество дорожного полотна городских улиц. Некоторые из них после ремонта эксплуатировались чуть больше полугода. Однако, асфальтовое покрытие на отдельных участках уже в ухабах и выбоинах. Сотрудники антикоррупционной службы и наш корреспондент Евгения Присяжная разбирались в ситуации. В рамках проекта «Сополы-Жол» в Талдыкургане проводится контроль качества строительства и реконструкции автомобильных дорог. Осмотр проблемных участков дорожного полотна проходит с привлечением специальной мониторинговой группы из числа сотрудников Национального центра качества дорожных активов, управления административной полицией, правозащитников. Выездные мероприятия позволяют наилучшим образом выявлять недочеты в работе подрядных организаций. В качестве итога, получается, по выявленным нарушениям, управлением административной полицией выписывается предписание об устранении данных нарушений. В случае неустранения составляется административный штраф о неисполнении. В прошлом году капитальный ремонт улицы имени Шокана Вальханова проводила компания ГСГ «Высотник». Но асфальтовое покрытие не выдержало и полугода. Ямы и ухабы грозят повредить железных коней толдыкурганских автовладельцев. По словам специалистов, причины разрушения – некачественная асфальтовая смесь. Объект у нас переходящий. Сейчас ожидаем технику Салмады. Сейчас будем фрезеровать и перестеливать верхний слой. У нас сейчас такая ситуация получается. Качество асфальта, получается, не соответствует. В связи с чем асфальт крошится. Получается, сейчас, когда экспертизу проводили, нехватка битума. Покупали, получается, у завода, который при въезде в толдыкурган, предоставляла компания «Строй Уазис». На улице Кабанбай-Батыра, где полотно обновили неполный год назад, ситуация тоже нерадужная. Асфальт местами вздулся, отчего покрытие пошло волнами. К тому же не выведено в один уровень с люками теплотрассы. Кабанбай-Батыра сейчас подряд на организм РСУ. Объект, переходящий с 2019 года. Сейчас, получается, у нас осталось ограждение. Ограждение от улицы Шевченко до Ахансара. Как закончить, и, получается, некоторые замечания есть по дорожным полотнам, просадкой. Сейчас приступает на следующую неделю работу. На строительство и ремонт дорог в этом году выделено свыше 5 миллиардов тенге. На эти средства планируется отремонтировать 97 толдыкурганских улиц общей протяженностью около 90 километров. Ведется ремонт и строительство дорог и в регионах. Качеству работ мониторинговая группа «Сополыжол» уже дала свою оценку с рекомендацией работы над ошибками. Евгения Присяжная, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Продолжаем выпуск. Более тысячи гектаров сахарной свеклы в этом году засеяли аграрии Алакульского района. Вращиванием сладкого корнеплода занимаются 47 крестьянских хозяйств региона. С работами некоторых из них ознакомился заместитель Акима Алматинской области Серегжан Бескимпиров. Аграрии рассказали о возникших трудностях. В частности, крестьяне сетуют, что доставлять выращенный урожай им сложно и дорого из-за того, что перерабатывающее предприятие находится далеко. Отправку на Коксузский сахарный завод производят с железнодорожным сообщением, а на предприятие в Аксузский район приходится нанимать большегрузы. Свекловоды просят открыть пункт приема сладкого корнеплода у себя в районе. Заместитель Акима области заверил, вопрос, озвученный аграриями, не останется без внимания. Просьба будет тщательно проанализирована и рассмотрена. С введением поправки в статью 112 Трудового кодекса теперь работодатели должны сами выплачивать своим работникам 42 500 тенге за время простоя. Наряду с этим правительство дало добро на пересмотр дел граждан, не получивших пособия в период ЧП. Как отреагировали бизнесмены регионы на новое обязательство и кому из граждан одобрят выплату пособия. На сегодня в области более 120 тысяч предпринимателей. Многие в связи с карантином были вынуждены приостановить свою работу. Соответственно, утраченная прибыль отразилась на фондах оборотных средств. Однако по новой трактовке закона именно работодатели сами должны выплачивать работникам социальное пособие в размере 42 500 тенге, утвержденное государством. За неисполнение нормы законодательства предусмотрен штраф. Эксперты считают, что в такой ситуации многие работодатели попросту расторгнут трудовые договоры со своими работниками, что станет причиной роста безработицы. Национальная палата предпринимателей Атамикен направила правительству и Министерству труда ряд предложений, одно из которых звучит так, чтобы продолжить выплату третьего месяца социального пособия, чтобы этот груз лег не на плечи предпринимателей, а на плечи государства. И эти деньги должны выплачиваться строго тем секторам экономики, которые на сегодняшний день не могут продолжать свою деятельность в рамках постановления санврачей, в рамках карантина. Новая поправка в законе о труде коснулась и объектов негосударственного дошкольного образования. В Талдукургане насчитывается 43 частных детсада и более 10 образовательно-развивающих центров. С начала ЧП и по сей день все они закрыты на карантин. Нет финансовых поступлений, нечего и платить приглашенным педагогам, говорят члены совета директоров, филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования. Данная ситуация может привести к нехорошим последствиям. Во-первых, мы все эти годы по крупицам собирали ценные кадры свои, поэтому мы можем их потерять. Это вот самая главная проблема, которую мы боимся все. И второе, либо выходить работать, потому что если карантин продлится еще хотя бы на месяц и даже на полмесяца, мы боимся, что придется всем большинству бизнесменам, придется вытаскивать себя из глубокой финансовой ямы. Поэтому мы обращаемся к государству за помощью, бизнесу надо помогать. Это частное образование. И сегодня оно просто останется без потребителя услуг. Сколько родителей потеряют свое право воспользоваться дошкольным образованием. И государство не настолько защищает бизнесменов, оно не защищает главных жителей страны, родителей, которые пользуются этими государственными услугами. Однако потерявшие в этот период работу и оставшиеся без доходов граждане все еще могут доказать свое право на 42,5 тысячи тенге. Такой шанс есть у некоторых из тех, кто ранее подавал заявку и получил отказ. Эти заявления будут рассмотрены повторно. Но лица, получающие социальное пособие, пенсионеры и граждане, не терявшие доход в период ЧП, на эту выплату рассчитывать не смогут. В связи с введением изменений в процедуру начисления госпособия, нами начата процедура пересмотра заявлений, ранее получивших отказ. Для этого гражданам, находившимся в вынужденном отпуске без содержания, нужно предоставить подтверждающие документы, заверенные работодателям. Прием этих документов органы социальной защиты населения будут осуществлять до 1 декабря текущего года. Вчера пешеход, сегодня водитель. Как в условиях карантина получить заветное водительское удостоверение? Как будет проходить сдача экзаменов? Актуальными рекомендациями поделится наш корреспондент. До введения режима ЧП Талдыкурганский спецсон ежедневно обслуживал около 600 граждан. Теперь в период ограничительных мероприятий работа всех центров обслуживания населения перешла в так называемый режим онлайн. Приток посетителей в Талдыкурганском спецсоне практически сошел на нет. Однако, как говорят его сотрудники, с наступлением летнего сезона в числе получателей услуг появляется немалое количество лиц, желающих получить водительские удостоверения на управление автомототранспортом. Кандидатами в водители на портале электронного правительства подается заявка на получение документа. Далее по номеру телефона 1414 следует забронировать дату и время своего визита для прохождения медицинской комиссии и сдачи теоретического экзамена. Со слов будущих автолюбителей, все эти манипуляции занимают не более пяти минут. Сначала нужно зайти на его сайт, можно через одноразовый пароль, через смс-ку, потом выбрать услугу транспорт и услуги и там встать на очередь, выбрать специализирующий сон, встать на очередь в свое время, прийти в это время и взять талон и ждать в свою очередь. Сейчас жду от своей очереди на теоретический экзамен. Далее будет практически при успешной сдаче, конечно. Ну и надеюсь, получу права. Согласно действующему законодательству, обязательное обучение в автошколах отменено. Имея достаточные навыки, кандидат в местном СОНИ создает теоретические и практические экзамены. Тем, кто проходит испытания без сучка и задоринки, право управления выдается в течение часа через сектор выдачи. Не стоит особо беспокоиться и тем состоявшимся автовладельцам, кому нужно обновить или заменить права как раз в период карантина. На это время казахстанцы освобождаются от штрафа за просроченное водительское удостоверение. Более того, оно будет действительно на все время введенных в стране карантинных мер. Если в период чрезвычайной ситуации во время карантина истекло водительское удостоверение, на нее никаких ограничений нет. Данное водительское удостоверение он может также поменять через портал электронного правительства без медицинского осмотра. Не смогут воспользоваться онлайн-услугой получения водительского удостоверения лица, лишенные этих прав. В этом случае им придется сдавать экзамены заново. Евгения Присяжная, Абылая Кутыкбай, телеканал ЖТСУ. В Тимиртау автобус с пассажирами вылетел с дороги и упал во враг. В результате пострадали 7 человек. В социальных сетях Инстаграм размещено видео с места аварии, где запечатлен съехавший во враг автобус, собравшиеся рядом люди, видимо, пассажиры. Также на месте присутствуют полицейские и карета скорой помощи. 33-летний водитель автобуса не справился с управлением. В салоне автобуса было 19 пассажиров. 7 из них получили различные телесные повреждения. 47-летнего и 62-летнего пассажиров госпитализировали в медицинские учреждения. Факт зарегистрирован в полиции. В Алматы арендаторы бутиков в крупном торговом центре не могут возобновить торговлю. По их словам, магазин до сих пор не подготовили к открытию, передает КТК. На связь с предпринимателями якобы никто не выходит. При этом после смягчения карантина в городе возобновили деятельность почти все объекты торговли. В Акимате заверили, как только руководство торгового центра подаст заявку, на место выйдет специальная комиссия. Она проверит выполнение всех санитарных норм. Если все будет в порядке, предпринимателям разрешат возобновить торговлю. Пока же им остается только ждать. Впрочем, арендаторы бутиков уже грозят подать в суд на медлительную администрацию. В Казахстане за последние пять лет государству возмещено порядка 100 миллиардов тенге из установленных 145. Работы ведутся на постоянной основе. Если в 2015 году государству было возмещено почти 5 миллиардов тенге, то за пять месяцев этого года сумма возросла практически в шесть раз, то есть до 28 миллиардов тенге, сообщили в ведомстве антикоррупционной службы страны. Эти показатели по возмещению ущерба берутся из цифр по расследованию уголовных дел и принимаемых оперативных мер. Следует отметить, что показатели по возмещению в текущем году уже превысили показатели всего 2019 года. В память о сотрудниках полиции Алматы, недавно погибших при исполнении служебных обязанностей при ДТП на блокпосту, стражи порядка Алматинской области решили сдать кровь для жертв дорожно-транспортных происшествий. Донорами стали сотрудники подразделений специальной и мобилизационной подготовки. Еще до начала службы ранним утром они прибыли в областной центр крови, где после проведения всех необходимых анализов поделились самым ценным своей кровью. Ежегодная потребность в крови и ее компонентах в области составляет порядка 8 тысяч литров. И хотя полного объема добрать не всегда удается, доноры уже спасли тысячи жизней. Участие в донорстве – это огромная помощь системе здравоохранения и нашему обществу. Областной центр крови заготавливает в год от 7 до 8 тысяч литров крови. В донорстве принимает участие около 12 тысяч наших граждан. Благодаря такой помощи у нас есть возможность обеспечивать все лечебные учреждения Алматынской области компонентами и препаратами крови. Благодаря вот такой помощи у нас есть возможность спасать в год от до 5 тысяч больных и пострадавших. Поэтому хотелось бы еще раз выразить огромную признательность всем донорам, признательность сотрудникам полиции. Хотелось бы, чтобы и другие организации активно принимали участие в донорстве. В Тодокургане к систематической дезинфекции жилья, административных зданий и других мест общественного пользования приступили и военнослужащие. Военнослужащие десантно-штурмовой бригады Тодокурганского гарнизона пришли на помощь местным исполнительным органам. Ежедневно обрабатывают жилые массивы и улицы Тодокургана. Каждое утро на важную смену заступают 50 человек, экипированные по самым строгим санитарным требованиям. Нами обработано 150 жилых домов, в том числе и административные сооружения, здания. По плану дезинфекция будет проводиться в пределах двух недель. План может измениться, соответственно, по мере поступления заявки будем выполнять задачу. Учитывая, что Тодокургане отмечается медленный, но все же рост заболевших, на фоне послабления карантинных мер, дезинфекция гипохлоридом натрия – мера наиболее эффективная против распространения COVID-19. Проводится дезинфекция многоэтажных жилых домов, также детских площадок, игровых площадок, футбольных, мини-поль. Это все дезинфекция делается ежедневно. На сегодняшний день задействованы три единицы пони – это маленькие автомашины, которые дезинфекцию двора, и две больших ПМ-машины, полевомышленная машина модели КАМАЗ. Параллельно дезинфекционные бригады ведут и расснительную работу с населением, напоминая о необходимости дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Елеман Рембеков, Асидий Сембек, телеканал ЖИТСУ, Талткурган. В преддверии летних отпусков правительство к Германии планирует снять запрет на поездки в более чем 30 европейских стран. С 15 июня граждане ФРГС могут вновь посещать государство ЕС, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Норвегию и Великобританию. Эта тема бурно обсуждается в немецких СМИ, которые пишут, что Кабинет министров может принять решение по этому вопросу в ближайшие сутки. Высказывается предположение о том, что запрет сменят рекомендации, в которых будут указаны риски по каждой отдельно взятой стране. Нынешние ограничительные меры были введены в ФРГ в середине марта, и за границу жители страны пока могут ездить лишь при наличии специального разрешения. Внутренний туризм в Германии, между тем, уже возрождается. Курорты острова Шпикирок в Северном море уже ждут посетителей. С этой недели отели могут принять постояльцев, используя, правда, лишь 60% своей площади, а вот однодневные поездки на живописный остров пока запрещены. Французские власти спасут национальный автопром. Президент Эммануэль Макрон заявил о планах выделить 8 миллиардов евро на поддержку отрасли, несущей огромные потери на фоне эпидемии коронавируса. Париж предлагает делать ставку на электромобили, субсидии для покупателей, долгосрочные инвестиции в развитие инновационных технологий при разработке, в том числе, аккумуляторных батарей для электромобилей. Все это часть правительственного плана. По словам Макрона, в связи с ограничительными мерами, принятыми в стране на фоне пандемии, продажи в секторе упали на 80% в сравнении с периодом до карантина. Япония заплатит туристам за посещение страны. Правительство планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов. Таким образом, власти хотят помочь пострадавшей из-за эпидемии коронавируса в туристической сфере. Отмечается, что такие субсидии помогут путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах. Траты на перелет с их помощью покрываться не будут. Всего на программу планируется выделить более 1 триллиона йен. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин